На заключительных телевизионных дебатах кандидатов в президенты, которые состоялись в университете Невады в Лас-Вегасе, Дональд Трамп подтвердил свою скандальную репутацию. На сей раз он ужаснул Хиллари Клинтон по ее собственным словам, отказавшись заранее признать результаты выборов честными. Я хочу, чтобы вы сказали сегодня на этой сцене, обязуетесь ли вы, сэр, полностью признать результаты выборов? Посмотрю, когда придет время. Сейчас пока рано говорить. Скажу, когда станет ясно. Но, сэр, у нас в стране есть традиция, которой мы гордимся, мирной передачей власти. Как бы тяжело ни проходила кампания, в конце концов, проигравший признает победу соперника. Я скажу, когда придет время, а пока сохраню интригу. Крис, давайте я отвечу, потому что я в ужасе. Понимаете, каждый раз, когда Дональд чувствует, что события развиваются не в его пользу, он утверждает, что имеет место обмазки и он. Важное место в дебатах снова заняла тема злокозненной России и Владимира Путина. Путин, судя по всему, совершенно не уважает этого человека. Потому что он хотел бы, чтобы президент США был марионеткой. Я не марионетка, а вот вы марионетка. Но я не марионетка. Понятно, что вы не признаете, что Россия осуществила кибератаку на Соединенные Штаты Америки, и то, что вы поощряете шпионаж против наших граждан. Кандидаты также столкнулись по вопросу отношений с союзниками Соединенных Штатов. Это человек, который говорил высокомерно и даже бесцеремонно о применении ядерного оружия. Он высказывался за то, чтобы его получили больше стран, Япония, Корея, даже Саудовская Аравия. Он сказал, ну если оно у нас есть, почему мы его не используем? Я думаю, это страшно. Все, что я сказал, это то, что мы должны пересмотреть соглашение с этими странами. Потому что мы больше не можем позволить себе оборонять Саудовскую Аравию, Японию, Германию и многих других. Мы больше не можем себе этого позволить. А она приписала мне слова о ядерном оружии. Это был последний шанс для кандидатов обратиться к широкой аудитории и представить себя защитниками простого народа. Всю мою жизнь я посвятил о защите прав детей и семей. Я продолжу эту миссию на посту президента. Мы сделаем Америку снова сильной, и мы сделаем Америку снова великой. Пора уже заняться этим. Ни до, ни после дебатов кандидаты не стали жать друг другу руки. Они не пытались скрыть неприязненного отношения к друг другу.